Так, друзья, сегодня в гостях у Люмпеншоу. Человек, которого называют политэкспертом. Человек, которого называют политологом, чего он терпеть не может. Человек, которого считают носителем главной либеральной украинской мысли. Я, во всяком случае, слышал такое предположение. Но человек, которого я считаю философом, работа которого считаю давно, и который сам себе, насколько я понимаю, тоже считает философом, который и есть философ. Это Владимир Золотарев. Владимир Золотарев достаточно давно и достаточно безуспешно, скажем так, в широких массах и достаточно успешно в узких кругах продвигает идею здравую, идею здравого либерализма. Во все времена, во всяком случае, те, которые я помню, в те времена, которые мы знакомы, я вас читаю, и принимаю участие в каких-то дискуссиях, связанных с вашими идеями, вы считаетесь среди определенных людей человеком достаточно эксцентричным, потому что они не могут это принять, потому что наша страна делится на две части. Первый – это Россия, второй – это Европа, а нормальных людей у нас нет. И вы вот как-то своими идеями занимаете нишу нормальных людей, один из очень немногих, а по бокам вот эти все тоже нормальные люди, которые считают вас где-то ненормальным. Скажите мне, насколько, я много, да, по-моему, сказал, слишком, может. Вы либерал вообще, Владимир? Ну, сейчас это называется скорее либертариалец. Либертариалец. Другому, потому что вот Обама, он с флагом ходит, значит, нам надо как-то отделяться. Вот придумали новое слово, его, правда, придумали еще в 40-х годах прошлого века, но вот сейчас оно уже, так сказать, вышло на передний план, вот, чтобы отделять себя от вот этих вот американских левых, вот этих вот либералов. Ага, то есть, а в Америке либералы еще и левые получают? Они левые, да. А, понятно. А либертарианец это все-таки? Это вот классический либерал, который правый, который... Вот можно, смотрите, в чем проблема либертарианцев уже, да, уже не либералов, а уже либертарианцев. Проблема либертарианцев в том, что простые люди воспринимают их идею как отказ от социальной помощи всему населению. То есть государство откажется от социальной нагрузки в отношении населения и вот крутитесь как хотите, а я здесь государство, платите мне налоги. Ну, это очень такая, слишком простое такое понимание, на самом деле. Но тут... Я надеюсь, что это все-таки простое непонимание. Ну, в какой-то степени да, потому что людям свойственно видеть то, что видно, да. Вот они видят, вышел на улицу, там, земля, в смысле, солнце вращается вокруг земли. Они считают, что дело вот обстоит именно так, да, потому что это же видно, любой может выйти, посмотреть, сказать, вот она вращается, вот это... Мы все это знаем, да. Тут приходит человек, который говорит, нет, чуваки, на самом деле все не так, на самом деле земля... Да, вращается вокруг солнца, вот, но для того, чтобы люди это приняли... И тут раз-то костер сразу, такие, нет, ты можешь, ты либертарианец, можешь думать, как ты хочешь, принесите дрова, сейчас будем поджигать. Так вот, нужны знания какие-то, чтобы это принять и понять, да. Мы, нам просто в школе это вдалбливают, да, но вот сейчас спросите вот любого из нас, почему, например, вот вода вся не сливается там из океанов вниз и не падает в космос, да. Кто-то сможет здесь ответить в зале? Нет. Просто все верят, что это так. Я задумался. А почему? Просто все привыкли, им в школе так рассказали, вот они с тех пор помнят, они знают, что где-то есть люди, к которым можно подойти и спросить, слушай, можешь объяснить, вот один там из ста тысяч, он сможет объяснить, почему это так. Так вот, во все эти вот вещи, да, о том, что там правительство что-то должно, правительство там кого-то что-то оказывает помощь, это такая же вера, которая реальности никак не соответствует. Потому что, чтобы оказать помощь, правительство сначала отбирает у одних, потом эти деньги отдает, вот, и таким образом вот эти вторые, они радуются и думают, что, так сказать, им оказана помощь. Хотя у них тоже отбирают, отбирают у всех, отдают некоторым, эти некоторые радуются, идут на выборы, вот, и вот так системка работает, она очень прекрасна, то есть вот, и главное здесь, это те люди, которые забирают, а потом отдают, то через них вот эти потоки туда-сюда ходят, вот, а они на этом живут. И так устроен сегодня весь мир, на самом деле не мы одни здесь, вот, это общая, общая такая болезнь. Наша нация в огне еще не лохи, не последняя. Не, наши лучше все, наши лучше все. У нас, кстати, в этом смысле гораздо лучше ситуация, потому что у нас люди незаконно послушные, это наше огромное преимущество, которое... Вот, вот, я всегда, я всегда говорю, знаете что, едьте, боритесь со своей коррупцией куда-нибудь в другое место. Я, например, ну а что? Я, например, себя прекрасно чувствую, когда могу за 200 гривен без очереди оформить документы, там какие-то даже не появляются. Ну вот, если у меня 200 гривен, а у человека там нету, на 200 гривен, все, я времени... Коррупция это прекрасно. Прекрасно. Коррупция... Вот в чем прелесть коррупции? Коррупция тебе дает возможность делать либо по коррупционной схеме, либо делать по некоррупционной схеме, да? А когда коррупция побеждена, у тебя только один выход делать по некоррупционной схеме, все, куда деваться? Так дело в том, что некоррупционная схема придумывается специально таким образом, чтобы была коррупционная. Тут просто два вида, на самом деле, из коррупции – это одно слово, которым как бы два разных явления. То есть первое – это вот то, что вы сказали, это то, когда мы откупаемся от них, то есть на тебе 200 гривен, оставь меня в покое, на тебе 100 гривен, оставь меня в покое. А вторая коррупция – это вот то, что они делают, вот эти схемы, которые они придумывают для того, чтобы нас дыть. То есть это два разных как бы… Вот первая – это вполне законная штука, ее надо поддерживать, всячески лелеять, потому что только таким образом мы с вами сейчас живы. Вот представьте, чтобы все законы, которые принял наш парламент, все постановления, которые сдал наш Кабмин и там Нацбанк и все прочие, прочие вот эти чуваки, чтобы они все делались так, как там написано. Да мы бы сами себя посадили в тюрьму. Здесь бы никого не было, город бы лежал в руинах, все, конец, конец, все бы остановилось, все бы умерли, потому что так, как они пишут, жить нельзя, это ж понятно. Это ж понятно. Я согласен. Теперь каждый раз, когда вы нарушаете закон, забили себе косяк. Стоите, курите где-то в подворотне. Подходит мент, спрашивает «Вы что-то делаете?» А вы говорите «Я спасаю страну». Именно. 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 И поскольку наши люди делают так, они делают так постоянно, то в этом смысле, конечно, у нас гораздо лучшее будущее, чем в той же Европе, где он уже с косяком… Выйти некуда им. Все. Там нет денег уже. Да, они свято верят в то, что сверху им сказало правительство, это уже окончательно и бесповоротно, это всегда правда, это всегда нужно, это всегда нужно делать, и как бы своим умом уже думать не надо. Потому что там уже все решили, и это все правильно. Вот. Они за это, так сказать, отдали свой голос, все. У нас, слава Богу, этого нет, и именно в этом наше будущее. Год назад произошли события, 10 лет назад произошли события, и одним из главных лозунгов всех этих событий было в том числе и борьба с коррупцией, борьба с воровством, борьба с противозаконием, хотя я как человек, живущий в этой стране, прекрасно понимаю, что все, кто борется с коррупцией, там даже на бытовом уровне, с большим удовольствием звонят своему знакомому, который может порешать вопросы. Естественно. Что это? Это какая-то фрустрация, это какой-то внутренний конфликт у граждан, желание бороться с одной коррупцией, и тут же внутреннее желание прикармливать другую, вот эту семейную, бытовую коррупцию. Почему так происходит? Ну, это вполне нормально, потому что, скажем так, второй случай, да, когда они борются с коррупцией, они думают, что они борются с коррупцией, это на самом деле мечты такие влажные. То есть это вот, потому что вот у них есть в голове одна схема. Мы идем на выборы, там, голосуем, якобы выбираем людей, которых, как они говорят, мы наняли на работу тоже. Очень великая глупость, одна из самых величайших. Да-да, выйдите, кстати, на Грушевского, встаньте вот так перед Мерседесом класса S пятилитровым с двумя кубиками охраны и кричите ему, я взял тебя на работу, вот так вот. Пусть он вас услышит. Спросите, почему он опаздывает. Вот. И они считают, что, вот опять-таки, в их мечтах, да, что можно решить любую проблему путем издания вот этих бумажек, которые они называют законом. И вот это у них в голове есть такая мечта, вот, и они пытаются ей как-то так вот, так сказать, действовать, да, вот в рамках этой мечты. Но реальность другая. Вот когда они сталкиваются с реальностью, вот тогда он берет, так сказать, и звонит своему другу, потому что в реальности, на самом деле, нет таких людей, которых он нанял. Это они его наняли, а не он их, то есть тут все полностью, так сказать. И вот этот факт, он четко и ясно, так сказать, ставит все точки над «и», кто кому служит, на самом деле, да. Вот. Что эти пацаны, они им не служат. Вот. А вот тот, кто звонит, вот он уже крутится как-то, он вынужден вот работать с тем, что делают вот эти люди, которые сидят наверху, он вынужден как-то приспосабливаться к ним вот этими своими странными такими вещами, как звонки по телефону, там, попытки дать взятки и так далее. Вот это и есть реальность. А не то, что он себе фантазирует и то, что ему в школе рассказывают. Ну, а вот эти вот телодвижения, там сейчас ГАИ меняют на патрульную службу, взяли, значит, на взятках кучу руководителей ГАИ. Поймали там на взятки еще кого-то по земельным ресурсам за решение вопросов земельных. Все это арестовали ж министров, министра чрезвычайной ситуации, значит, прямо на заседании Кабмина. То есть можно ли это назвать положительными, я знаю ответ, что вы смеетесь так сразу, можно ли это назвать положительными изменениями в нашем государстве? Нет. Нет? Нет. Странно. Их там 400 с чем-то тысяч только одних тех, ну, учтенных, скажем так, работников исполнительной власти, это без милиции и без армии, только вот эти вот, которые чиновнички, да. У них у всех есть семьи, у них у всех есть какие-то люди, которые возле них бизнес. Вот посчитайте, 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 это где-то будет миллион где-то чем-то, а может быть и больше. Вот их всех надо арестовать и там есть за что. Вот тогда это будут изменения, да. Либо просто другой способ, который лучше на самом деле, просто отнять у них все эти полномочия. Они не нужны, эти люди не нужны. Они полезного, полезного, они ничего не делают, все. И куда пойдет этот миллион человек? Да найдут работу, ради бога. Найдут работу. Скажите мне, вы когда-нибудь видели начальника ЖЭКа, который нашел бы другую работу? Но давайте честно. Хорошо, давайте по-другому. Кто-нибудь слышал, что руководитель пресс-службы президента Украины, ну кто там, один из руководителей устроился на работу заведующим магазином? Ну какая работа? Или вот я представляю, Мустафы Наем закончился, значит депутатский срок. Ну что делать? Пойду вечерний Киев журналистом работать. Какую работу найдут? Какую работу могут эти все люди найти? Какую-нибудь. Работы много на самом деле. То есть делать есть много чего. Страна нищая у нас, поэтому работы здесь очень много. Ну дворникам. Страна нищая у нас, поэтому работы много, а платят очень мало. Ну реально. Будут платить больше. Ну это на самом деле такая история из экономики. Труд – это самый редкий ресурс. Вот ему всегда есть применение на самом деле. А вот то, что вот эти все дяди придумывают инструкции, они и создают вот эту безработицу. Вот и проявилось ваше либертарианство. Вот в этом жестоком отношении к этому одному миллиону чиновников, а среди них еще и работники милиции. Вот это самое смешное. Ничего, работники милиции найдут себе работу. Серьезно? Как? Где? Они будут ловить других работников. Да, к военным. Военные найдут, хотя военные найдут себе работу, они там все умеют. Правильно я понимаю, что нынешнее руководство страны, по сути, не отличается ничем от прошлого руководства страны? Ну отличаются чисто так вот внешне, скажем так. То есть то было совсем какое-то… Куча реалий? Да, то было бесшабашное какое-то удалое, а это вроде как так с виду поприличней. А суть одна и та же, потому что они делают одно и то же. И это даже от них мало зависит, эта система. Он там маленький винтик, на самом деле, этот президент. Это огромная машина, которая работает сама, катится сама. Он сидит внутри и думает, что он крутит руль. Нет, на самом деле она едет туда, куда она хочет. А он просто сидит там внутри. И мы все смотрим на него и думаем, что это он ее ведет. В смысле? Вы имеете в виду, что Порошенко не управляет страной? Нет, конечно. А Яценюк? Нет. Всем управляют бюрократией. Кто же управляет страной? Бюрократия. Кто? Бюрократия. Бюрократия. А изменится ли что-нибудь в нашей стране? Когда? Когда? Ну, ближайшие 10, 20, 30 лет. Ну, она меняется, на самом деле, довольно быстро. Просто нам хочется быстрее, чтобы как-то все было лучше. Просто, чтобы понять, в чем разница, надо поехать в Россию хотя бы и там какое-то время посидеть. Давайте так, в Россию, но не в Москву. Потому что Москва – это совсем не Россия. Ну, Москва, там просто много денег, поэтому туда съезжаются, ну, по крайней мере, так было раньше, я не знаю, как сейчас. То есть туда съезжаются определенные люди, там, всем другой, так сказать, стиль жизни, да? А вот именно в Россию куда-нибудь, в такое место, где Москвы нет. Вот. А это вся остальная Россия. Был я. Ну, там четко, там четко видна разница, на самом деле. Вот. Причем разница не в уровне жизни, вот в этом вот, не в каких-то там плюшках, да? А именно в том, как люди думают и как они себя ведут. Вот. Если вернуться обратно… Ох ты, черт, у нас тут классно. Я, знаете, сегодня о чем задумался? Вдруг. В Фейсбуке с кем-то в очередной раз о чем-то немножко спорил и услышал от достаточно молодого человека аргумент, а как же теперь будут жить пенсионеры? И я задумался о том, а вот действительно ли молодые люди волнуются о том, как живут пенсионеры? И не смог себе найти другого объяснения, кроме как того, что они, если и волнуются, то только о своих пенсиях. Насколько вообще здорово в Украине нынешнее поколение, там, относительно меня даже молодое, которое думает о пенсиях и о том, что государство и дальше будет их как-то содержать и будет как-то за них отвечать? Не, не будет к тому времени, когда они подойдут к этому возрасту, уже не будет никакой пенсионной системы. Она сейчас уже дышит наладанной, вот буквально там в ближайшие лет пять она развалится, вот если все будет так, как дальше происходить. А почему об этом никто не говорит? Почему никто не готовит людей к тому, что забудьте вообще про пенсионную систему, забудьте про систему здравоохранения? Вообще кто-то был в больницах там у нас? Я так понимаю, что система здравоохранения у нас загнется, ну вот она уже загнулась, это так, знаете, такой зомби ходит у нас в белом халате. Она держится, кстати говоря, за счет вот этих взятых коррупций и так далее, то есть конвертов и всего прочего, она, слава богу, еще работает. Вот, если бы этого не было, то да, она бы уже загнулась, развалилась, вот то, о чем я говорил, вот если бы не было никакой коррупции, не было бы, а вот вам счетик заплатите в наш благотворительный фонтик, да, вот, то все уже было бы хана, а так еще худо-бедно, а вот с пенсионным фондом гораздо хуже все, потому что… Вот расскажите нам, да, потому что нас смотрят ребята, которые еще что-то там думают себе про пенсии, и вот очень бы хотелось услышать здравое мнение. Сами, начинайте копить сами завтра, завтра начинайте копить, потому что к моменту, когда вы будете старенькие, пенсий вот этих вот уже не будет, вот, потому что, ну, этого просто быть не может. Уже сейчас вот этот бюджет пенсионного фонда, это же колоссальная яма, куда уходит огромное количество денег, которые отбирают у нас, вот, потом там сидит куча народу, значит, делят между этими бессонерами. И, кстати, буквально на днях выяснилось, что я, кстати, всегда подозревал, что там даже общей базы нет у них. То есть сколько у нас пенсионеров, кто эти пенсионеры, получают ли они по одной пенсии или по 10 пенсий, да, сразу, вот, этого никто не знает. То есть это такая огромная шарашкина контора, которая много, уже десятков лет, доит просто-напросто вот эту несчастную страду, вот. Вот, сосют из нее деньги, которые потом тонким слоем распределяются среди пенсионеров, чтобы они радовались и ходили на выборы. Но вот сколько там пропадает внутри вот этого пенсионного фонда, никто не знает. Хотелось бы в этот внутрь попасть. Именно, я думаю, что именно вот эта причина, по которой такое молчание гробовое всегда царит. Ну, там один-два раза в год кто-то, ой, черт, пенсионный фонд, надо что-то делать, надо срочно что-то делать, потом все, опять, тыше, тыше, все, гладь. Вот, но он лопнет, он лопнет обязательно, потому что это такой груз, который висит на шее нашей страны. Вот, и беда просто в том, что пострадают люди, которые рассчитывают на то, что им будет платить это правительство какие-то пенсии. Хорошо, тогда что предлагают либертарианцы? Либертарианцы предлагают выкупить пенсионеров из рабства из этого. Хорошо, давайте вот не пенсионеров, а в принципе государственный устрой. Зачем тогда государство, зачем тогда платить налоги? Оно не нужно, и налоги не нужны. Так, подождите, вы либертарианец, или вы анархист? А это одно и то же. Я тоже, как бы, за то, что государство... Нет, ну государство нужно, нам же нужно с чего-то смеяться. Ну, где-нибудь там в другом месте, чтобы... Ну, а как-то чисто символически, как-то... Дело в том, что... Ну, вот смотрите, давайте честно, не все же такие умные, как мы с вами. Мы с вами, ладно, где-то все заработаем. Ну, и вот тут вот этим дадим заработать, которые тут нас снимают. Извините, что я так проват. Но ведь есть люди, которые, в принципе, рождены работать на заводах, рождены работать на фабриках. И как он будет копить? Вот из чего? Как? Он привык, он в девятом... Сколько сейчас классов у нас? Одиннадцать? Он в девятом классе идет в ПТУ и потом до конца жизни штукатурит. Но он как? Он не понимает вообще либертарианских... Так и не надо ему понимать ничего. Так и не надо им ничего понимать. Дело в том, что вот то, что называется же правительство, да, там, государство, оно же... У него нет же ничего своего. Вот Макс Вебер, когда пытался это дело вот все вот определить, вот там есть один очень классный нюанс. Он сказал, что эту штуку очень трудно как-то вот сказать, что это такое через то, что она делает. Потому что она не делает ничего такого, чего в природе нет. То есть, условно говоря, социальное страхование, пенсии, охрана порядка, все это есть и действует без государства. И примеров тому масса было всегда в истории. В той же Британии это все было прекрасно работало без всякого государства. Потом они это дело присвоили чисто с политических интересов, да. То есть, когда вот избирательные права стали расширяться, получили рабочие избирательные права там и так далее, и так далее. Вот возник интерес подкупа этих рабочих. И вот та система социального страхования, которая уже была в Англии, это были страховые кассы. То есть, люди сами сдавали деньги себе на пенсии, себе на пособия по безработице. Вот это была огромная сеть, по всей этой огромной империи. Вот. Они это дело присвоили себе. Ради того, чтобы сказать, все, вы теперь уже не волнуйтесь, из ваших налогов вот эта штука будет работать по-другому, да. И вот, как бы, ну это разные совсем вещи. Одно дело, когда вы сами отдаете деньги и смотрите так, как они расходуются, да, в какое-то общество, куда вы там приходите раз в месяц, сдаете взносы и так далее. То есть, вы уже там знаете, кто там председатель, вот, вы участвуете в выборах. Совсем такое, когда у вас из налогов эти денежки забирают и под этим соусом все больше и больше отнимают у вас. Вот. Для того, чтобы сидеть на этих потоках, ну, как я сказал, да, вот, в одну сторону поток пошел, потом в другую. И вот те, кто там сидят, они прекрасно себя чувствуют. То есть, для этого это все было сделано. Ведь была прекрасная возможность у нас, да, год назад. Ну, вот, вышли, прогнали всех. Ну, здесь... И зачем-то пустили других. Тут, я думаю, что было бы не так все плохо. Тут им Путин, конечно, помог. Вот, всем этим нашим бюрократам Путину надо поставить памятник, потому что он отлег, так сказать, людей от того, чтобы двигаться дальше. Чтобы вот это вот... То есть, если бы, по сути, если бы не было Путина, да, то мы бы нашли врага здесь где-то внутри. И все эти ребята, которые поехали воевать на восток Украины, они бы воевали где-то здесь, в Киеве, уже совсем с другими пацанами, правильно я понимаю? Наверное, да, да, потому что, скажем так, инерция вот того Майдана, она была очень сильной. Вот, вряд ли бы люди бы согласились... Достаточно агрессивной, достаточно жесткой. Да, и вряд ли бы люди бы согласились, чтобы вот так легко начали опять закручивать гаечки, отбирать потихоньку у них свободу то там, то там, то там, то там, то там. Вот, это бы так бы уже бы не прошло. Как думаете, будет еще один Майдан и еще одна революция через 10 лет, еще через 10 лет? Ну, это слишком длинный прогноз. Но если она будет, то, наверное, раньше. Раньше, да? Да. Но вполне можно и без нее это все закончится. И, в общем-то, просто по той простой причине, что, например, это лопнет под своим весом. А есть прогноз у вас по поводу дальнейшего, так сказать, так не хочется говорить слово развал, тем более в нынешней политической ситуации, дальнейшего, о дальнейшей децентрализации некоторых частей Украины? Ну, например, будем говорить прямо, отойдет ли Львовская область куда-то в сторону Польши или Европы? Да, нет, ну вряд ли. Сейчас, наоборот, идут очень такие центробежные тенденции, очень сильные. И беда просто в том, что правительство, оно, к сожалению, работает как раз на то, чтобы это случилось. Хорошо, последний вопрос. И я тоже знаю на него ответ. Но дело в том, что многие люди очень-очень верят и надеются. Мы плохо закончим это интервью, конечно. Скажите, будет ли доллар еще когда-нибудь по 8 гривен? Нет. Нет.